Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире по счастью, богатству, здоровью, величию, следуя в истории. Это ваша счастливая судьба с ростом! Легендарные, легендарные исторические герои с ростом! Величайшая команда всех времен и народов! С триумфальным ростом, дорогие соратники, сотоварищи, сумыслители, сотворцы! Партнеры, друзья, с большой буквы, с ростом! Дорогие коллеги, счастливый, как никто, нашел я все-таки путь, как объяснить нашим гуманитариям, учителям, врачам, что такое наше величайшее предложение, наш бизнес, наша новая индустрия. Итак, слайды в студию, дорогие господа! Сегодня я счастлив, потому что, вот поймите правильно, коллеги, когда мы закончили разработку стратегии ДНК, где мы с чего сошли, да, идеальный конечный результат, 100 миллиардеров, миллион миллионеров, педагогов, ребят, да, строим на тысячи лет, а 100 миллионов рабочих мест спасает от ментальных страданий сотни миллионов, потом уже выяснилось, миллиард уже людей болеет, да, и вот я был абсолютно уверен, я говорю, спросите у Петра, да, да, что, ну, через год уже, все, миллион будет у нас в команде, чек покажем всему миру 100 миллионов долларов в месяц, да, каждый месяц, а потом уже не остановить. И каково же мое было удивление, что люди не могут рационально мыслить. Я серьезно говорю, я же вот как из бедной семьи, да, до самых там глубин, вот, дно социальное, да, еще метра сто дерьма, и оттуда я вот пробирался, дислексик, двоечник и так далее. И я когда вырвался оттуда, я понял, что ментальность, окружение определяет все. И я клянусь вам, ребята, вот как это прокаженных, как только люди с маленькими мыслями, с маленькими там целями, я от них бежал буквально. Я всю жизнь прожил, в общем-то, осознанно среди очень умных людей, мои друзья и доктора наук, и ученые выдающиеся, и предприниматели, и дети искусства. И я был уверен абсолютно, что люди так же понимают и могут посчитать там на калькуляторе, свое будущее. И каково же мое было разочарование и удивление, когда я понял, что большинство людей живут иррационально. Это доказывается наук. И вот как объяснить им, что здесь их будущее, здесь богатство, здесь счастье, здесь новая яркая жизнь. Очень сложно, поверьте мне. Но мне кажется, сегодня я нашел еще один какой-то ключ, какой-то визуальный, чтобы показать вам, что круче новой индустрии укрепления ментального здоровья и зарядки аккумуляторов, ребята, в мире просто нет. И вот почему, смотрите. Я живу из поселка Ирофия Павловича, ну и, в общем-то, город Тольятти так себе стартовая площадка, я скажу вам, да. Я как честно говорю, вот этот Чебаркуль знаменитый, помните, легенда номер 17, а Тольятти там, я не знаю, ирофия Павлович, есть города, вот цель какая этого города, да, вот смысл какой там пребывания, чтобы оттуда уехать быстрее, как можно быстрее. Вот, и, а, теперь посмотрим на бизнес. Как запустить бизнес, не зная языков, не имея серьезных денег. Я сейчас скажу, сколько стоит просто поздороваться в Америке, там не то, что бизнес запустить, да. Как мы обычные ребята и девчата, проживая в маленьких поселках, в маленьких улусах, можем зарабатывать деньги по всему миру. Как? Эту задачу мы блистательно с вами решили, я сейчас все покажу. А чтобы вы понимали, иллюзий не было, ну вот как, например, сейчас просто всплыл у меня в голове, а мы открываем первую компанию в Америке, я Александр Сергеевич Коновалов, мой друг, хороший братишки, мы 40 лет дружим. И вот внимание, чтобы вы понимали, ребят, вот там миллионов 20 долларов, вот это просто, это не стартовый капитал. Ну да, где-нибудь в бедной стране 20 миллионов долларов. Это просто зайти и поздороваться. Просто, вы знаете, даже постучать в дверь, я поясню один пример, и вы все поймете. Обслуживание, нас обслуживала юридическая компания Крутая, 50 тысяч долларов в месяц. Не судебных разбирательств, ребята, просто консультации и обслуживание. А Александр Сергеевич Коновалов такой рачительный, нас экономный парень, он такой говорит, Володь, ну я вот не могу, ну судов же нету, ничего нету там, да, ну как-то, консультацию по 50 тысяч, пойду с ними поторгуюсь. Я говорю, Саша, ну здесь ценник такой, это не какая-нибудь там развивающаяся экономика, это нормально, это недорого. Александр Сергеевич Коновалов поехал в офис, по моему Паттерсон-Камбелке, компания называлась, я могу ошибаться, простите, дислексик, приезжает оттуда, вот с такими глазами. Я, ну что, Саша, смеюсь по-дружески, минус полторы тысячи долларов, я как? Ну я приехал, что он говорит, давай попробуем как-то сэкономить. Он говорит, давай-давай, сейчас еще партнеры позову одного, а у них там час стоит или 750, или тысячи долларов, да? Посидели, поразбирались, минус полторы тысячи записали чек, и Саша приезжает оттуда. Ну, ребят, бизнес – это всегда вложение. И вопрос, как мы обычные ребята и девчонки, ну нету у врача, учителя, у сетевика, который находится в каком-нибудь городе, да? Нет у него денег, нет опыта, нет знания языков. И вот то, что мы создали, ребята, поверьте мне, об этом напишут не одну сотню тысячу книг, защитят мне одну докторскую диссертацию, гарантирую, по всему миру, и по философии, и по стратегии. Почему? Потому что мы просто взяли с вами, вот сказали, мы строим свою индустрию. Нам то, что есть, неинтересно, скучно, это здесь бюрократия, здесь фигня какая-то, интриги. Мы построим свою индустрию. И мы с чего начали? Да, идеальный, конечно, результат. И взяли просто, вот, чисто из бумаги, и говорим, а что лучшего в мире было создано в области технологии бизнеса, да? Ну, классические корпорации, там, франшиза, то-то-то. Что лучшее? Это. Ну, это... А вот Ченгинскан придумал лучшую партнерскую программу. Что? Философия лучшая создана в области развития человека, да? Ну, знаете, философия — это наука счастья человека. А вот то-то-то взяли лучшее на Востоке. И вот так мы создали шедевр. А теперь слайд в студию. Я покажу вам, что такое наш шедевр. Когда-то Виктор Гюго, ну, такая величина огромного масштаба, мыслитель, писатель, очень точно сказал. Можно защититься от армии, но нельзя защититься от идеи, время которой пришло. Вот идея ментального укрепления здоровья человека, оно пришло. Зарядки аккумуляторов, оно пришло, и защититься от него невозможно. А я взял первый чек, я сейчас прославляю только ранги, прошу прощения. Ну, и чек тоже, Роберт Первый, да. Есть ранги. Я раньше ошибался как. Ну, что-то скажу про кого-то, его поздравлю. А то вот как на случай, если тебе что-нибудь докосячит, и мне потом наши же партнеры тыхают, то скажут, тренер, а вот это вам там Балбана похвалил, а вот видишь, что я елки-палки. Все, ребят, по чистоку, да, первый, 10-й ранг Роберт Ра, Артем, Ольга и Ра, вы 9-й ранги прославляю их и подтягивайтесь к ним. А, на, по справедливости, Роберт 10-й ранг, а наша Цару, Паяр и Паяр, я, ребят, если произношу неправильные имена, вы простите дислексику, пожалуйста, вот это вот, не хочу вас ни в первом случае обидеть. Восьмой ранг Первой Монголии, ну, и, конечно, Горелма, шестой ранг. Вот я взял по двум причинам, да, это одна, внимание, из более чем уже 300 педагогических цепочек. То есть это не какой-то феномен, там я поднимаю, есть ярче-больше, но просто чтобы показать вам, какое чудо, шедевр вселенского масштаба создали мы с вами. Итак, смотрите, Роберт Ра родился, жил, работал, родился, не знаю где, в маленьком городочке, 70 тысяч жителей там, да, Елабук. Какой там бизнес? Вот просто включите маски, что можно продать на миллион долларов Елабук? Ничего. Он дислексик, как и я, языков не знает, Роберт Ра, да? И вот как пробиться мне из Тольятти, мы из Елабуги, вам еще из какого-то городка или улуса, или поселка, или ферма? Как, ребят? Как? Ну как вырваться, да, из этого такого маленького, да, рыночка, да? Ну, региональный рынок, он всегда маленький. И вот Суперджам позволяет Роберту Ра сегодня проживать в любой точке мира. У него в команде уже 54 страны. А мы же только начали, ребята. Если вы думаете, что мы уже гордимся тем, что достигли, нет, мы стоим только на пороге великого роста. Мы только пять лет вот создали новую индустрию, короткий срок. Итак, смотрите, Роберт Ра, не зная языков, не зная законов в разных... Ну, поверьте мне, я работал в разных странах, открывал офисы и в Америке, и Петр тоже, и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциске, и в Лос-Анджелесе, и в Гамбурге до сих пор работает, в Германии, Добни, ГБХ, там, ребята, я ушел оттуда сразу, как решил завязать с водкой. И в Амстердаме, и в Праге, и так далее. То есть опыт международный огромный, серьезный, говорю, ребят. И вот мы нашли с вами путь. Да, новая индустрия, границ нет, складов нет, сертификатов нет. Вот как мы намучились в Адерстаре. Машина идет, раз остановят на границе, бумажки не хватает. Люди продали товар уже в той стране, говорят, ребята, нам стыдно перед клиентами, ну а что мы сделаем тут, да? И это бесконечный такой геморрой. Сейчас, еще раз говорю, смотрите, что такое бизнес-суперджамп? Это идея большого бизнеса. Это идея новой индустрии, новой профессии, нового, вообще в принципе, нового подхода к жизни, да? И отчасти это слова, он бы, жёбую. Настолько восторг у меня. Вот смотрите, да, идея. Ну, от Роберта Ра полетела в Монголию. Кстати, когда мы разрабатывали идеальный конечный результат, Петр свидетель, я говорю, Петр, Монголия, если я чувствую, проявит такая страна, родина Чингисхана, там ребята живут, я их знаю по Адерстару. И что тут, год проходит, нет Монголии, да? Я говорю, не понял же Америка, из Франции, Германии, из Раи, все Монголии, да? И сразу три ветки входят в Монголию. Сразу три ярких лидера, да? И вот смотрите, ребят, 7 тысяч в городок Елабуга полетела мысль до Улан-Батора. Люблю очень Монголию, люблю людей в Монголии живущих, очень человечные, добрые, светлые, такие масштабные люди. А, конечно, да, Саруна Шейх-Бояр, я 16 стран, у неё в команде. Я уточнил всё, ребята, да? Но это Улан-Батор, всё-таки полторы там миллиона человек, всё-таки столица, да? Как ни крути. А потом перелетает идея, вот как солнышко такое, видите, да? Перелетает нашей, моей подруге хорошей, Герлама, нашей любимой. А она живёт в посёлке, где родился, в посёлке Улус, место сам великий Чингисхан. Там всего три тысячи жителей. Понимаете? Да, три тысячи жителей. Вот давайте представим, Герлама наша, учёный, мудрец, писатель, лидер, философ, педагог от Бога. И я вам гарантирую, её имя, так же, как и ваши имена, весь мир будет знать не только ваши страны. И вот смотрите, вот оно чудо, да? От Герлама уже идея пошла и в Корею, да? И в Швецию, и в Америку, и в Австралию. Вот там, видите, вот лучики такие прям полетели, полетели солнышки дальше. Это такое чудо, ребята! Вот вдумайтесь! Я просто, мы не смогли, я говорю, ну, дизайнер говорит, а давайте нарисуем ещё 54 страны от Роберта, от Шаруна. Я говорю, ну, там вся жёлтая будет, это же земной шар. Вот вдумайтесь, ребята! Какое счастье нам выпало делать самое доброе, самое важное, самое честное, утверждаю, самое большое, великое, самое денежное, триллионерское дело. И это с такой лёгкой силы мы преодолеваем границы, культурный код, языковые барьеры. И вот вдумайтесь, коллеги, это какое счастье, что сегодня не надо жить где-то в городе, в мегаполисе, дышать этой гадостью. Я вот, честно говоря, не Париж, не мир, ну, побывать в Париже, там потусоваться можно, но так, чтобы жить в Нью-Йорке, в Париже, где-нибудь в каком-то столичном городе, не приведи, Господи. Ну, дышать нечего. А как делать бизнес? А вот так, живи, я последние три года живу, или на берегу океана, или на берегу моря. Вот у него надоело на берегу океана, да, переехал на берегу моря. И вот так, где свежий воздух, где хорошая атмосфера и весь мир, ребята, это чудо. Кто, кому нравится, кто вдохновлён, да, создать команду по всему миру, что это, дайте сердечко, дайте лайк. Действительно чудо, ребята. Ребята, следующий слайд в студию, запишите, в принципе, две, два крыла у вас есть, педагогическая цепочка и сложный процент. Вот смотрите, ну, немножко школьной программы, да, так выглядит сложный процент. Ну, фрактальное дерево, дерево по количеству партнёров до стран, кривая, ну, гипербола такая, вверх резко уходит, видите, справа. Это одной тушь. Вот та карта, которую мы увидели, да, как солнышки и деньги пошли зажигать сердца. Это фрактальное дерево, можно назвать его, да, может быть, сложный процент. И кривая, смотрите. Нас сегодня уже 75 стран, может, больше мы не смотрим особо, но это там, откуда пришли деньги. Вот я появился тренер, провёл супер-пшап, может быть, один, может, он потом там ушёл с этой стороны. Там радиас, самое главное, ребят, смотрите. А, да, была одна страна. Сейчас уже 75 стран. И посмотрите на эту гиперболу, мы стоим, это математика, ребят, это не то, что моё желание. Котелки мои какие-то или там бла-бла-бла, это математика. Ну, одна страна рождает две страны. Или два ветерок-тренера, два, четыре. А сейчас пять стран. Ну, понятно, что 140. Да, потом, то есть, уже в конце этого года у нас будет в каждой стране. Ну, какие-то мы не берём там специальные, типа, Северной Кореи страны. Идёт суперджам. Вот это, ребята, чудо! Как выглядит ваш ростчек? Вот так. Сегодня у кого-то 100 долларов, а завтра 100 миллионов. Следующий слайд, пожалуйста, в студию. Итак, методическая цепочка. Спасибо Марку Цукенбергу. Почему? Потому что, когда в его соцсетях было уже полтора миллиарда пользователей, он попросил... Молодец! Для нас старался, да, исследовать тему, а правда ли через пять или четыре рукопожатий, да, в мире все в среднем друг друга знают. Ну, мы не берём колыбельные цивилизации в весах Амазонии, там, понятно, но, в принципе, это работает. Да, много лет люди говорили. Все люди в мире знают друг друга через пять рукопожатий. Ну, в среднем понятно. Но это работает, на самом деле. И Марк Цукенберг нанимает из стендпорда математиков, а у него же видно по соцсетям, кто кого знает. Они делают расчёт и бингу, а вот он наш джекпот, 3,75 рукопожатий. То есть с гарантией, с гарантией четыре рукопожатия и весь мир. То есть вот это должны вы понимать очень точно на уровне математики. Когда вы строите на своём языке, проще строить, и надо строить, да? Когда вы строите, рано или поздно, ребята, эти четыре рукопожатия сработают, ваши веточки, как солнышки, оказывается, вот как мы видели сейчас на прямом примере, да? По всему миру. Это просто факт научный, ребята, это как дважды двадцать четыре. Кстати, я готовил этот слайд, вспомнил. Вот сейчас кто-то смотрит на нас с вами, да, может быть, гости зашли, говорят, что это дураки какие-то, что кричат там про триллионы и придурки, ну что там, ёлки-палки, эти учителя, врачи там собрались, эти вещья, дурачки какие-то. Вот смотрите, это факт, читайте, гуглите. А что значит не увидеть новую возможность, новую индустрию? Марк Сухенберг, вот он справа, человек, лишён эмпатии, да, такой робот, жил в одной комнате со своим тогда студенческим другом Джо Грин, вот он слева. И когда Марк Сухенберг увидел видение новой индустрии, да, соцсети, сейчас они влияют вообще на политику, на геополитику невероятно, он предложил Джо Грину, говорит, брат, у меня нет денег тебе платить. Ну, потому что я говорю, в Америке там бизнес запускать очень дорого, поверьте мне. Я говорю, 20 миллионов стартовых капиталов, ладно, не смешите. Вы здоровы, вот все просто, 300, полумиллиарда, миллиард стартовых капиталов в Америке, это правда. Ну, кто работает в Америке, бизнесмены сейчас кивают. Итак, смотрите, да, вот что такое быть вовремя в новой индустрии, в новой элите. А Джо Грин, студенты, факультет психологии, вдвоём живут в комнате в одном, да, в кампусе студенческом, а папа у него какой-то мелкий предприниматель, по-моему, я могу ошибаться. И Джо Грин говорит, пап, вот мне Марк Сокенберг пригласил 5% отдела, которого нет, да, ну, надо пахать, бросить институт надо. И папа ему говорит, сынок, не нужен тебе этот журавль там в небе, да, он психолога получает, да держись за профессию. И он так и сделал. Сегодня у этого парня, Джо Грин, было бы, внимание, 62 миллиарда долларов. Ну, 5%. Ну, а так у него диплом психолога, и он по 10, по 5 клиентов в день хреначит, пашет, да. Так что не бойтесь нового, ребята. Всё новое пугает. Всё новое это было с Томасом Эдисоном, Генри Фордом, Стив Джобсом, Илоном Маском. Это всегда было. И, пожалуйста, вам ещё один пример. Не бояться, ну, потому что в старом денег нет. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, я утверждаю, давно живу, многое видел, многое знаю, что нет ничего прочнее, ребята, чем педагогическая цепочка. Нет ничего в мире прочнее. А, ну, что для этого нужно? Закон простой, конечно, нужно относиться к наставнику так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Это не понять нечестным людям. Это не понять мелким людям. Ну, они нечестные, они думают, что все нечестные. Они не построят никогда команду. Но факт исторический. Школы старые, карате, найдутся киналы. Мы с Петром там бывали, да, не раз на чемпионатах и на сборах на кинале. Чем мне запомнилось о киналах? Ну, школа принята, что карате оттуда пошло. А кто-то из наших ребят пошел на берег, на зарядку и делает катар. А рядом на скамейке бомжар какой-то лежит. Окинава. Он встал, там что-то подходит, говорит, нет, вот это движение не так. Я вот так, ну, жестами показываю ему технику карате. Это окинава, ребята. Так вот, педагогические цепочки живут 500 лет, ребята. Когда люди достойные, умные. А наша-то педагогическая цепочка еще скреплена экономической выгодой. Да? И, конечно, ну, Шалинский монастырь, то, что создал Дарума или Бутхитхарма, конечно, конфу, как был этот мультик панда конфу, 1200 лет. Я сам свидетель знаю, ребята. То есть, еще раз, прочнее, чем педагогические цепочки, ученик и наставник, в мире нет ничего. Следующий слайд. Итак, педагогическая цепочка. Закон очень простой. Как построить на века? Вот каждое утро Петр говорит очень две важные вещи. Прямо бальзам на душу. Первое. Умные люди объединяются вокруг чего? Ну, амбициозные, умные, мудрые. Цели и ценности. Да, педагогическая цепочка на века. Какой принцип? Я уже озвучил внизу еще, на всякий случай, слайды вам вышли, мы тебе, да, секрет очень простой. Вот никаких, ребят, жизнь вообще очень простая штука. Кто счастливый, умный, да? Относитесь к наставнику так, как ты хочешь, чтобы тебе относились. Все! Кто согласен, дайте лайк, сердечко. Потому что не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Это работает в мире. Следующий слайд, пожалуйста. Вот она, наша красавица, фрактальное дерево. Скорость развития колоссальная, ребят. Это чудо. И вот я специально с левой стороны, не бойтесь, вы можете за полгода найти никого. Когда я создавал дельстар, у меня два года вообще ничего не получалось. Там ушла команда, пришла еще одна. То есть это нормально. Ну, то, что люди приходят, уходят, то как. Извините, коллеги, из десяти заключенных браков восемь распадаются. Ну, люди там что-то смотрят, занимаются сексом, наверное, присматриваются, приюхаются друг к другу, да? Так, и десять, из десяти восемь распадаются. Это нормально. Пришел, ушел. Запомните, запишите закон вселенной. Что бы вы ни делали, не ваши люди все равно от вас уйдут. И что бы в небе не было, ну, в мире не было бомбы с неба, предательство, ложь, грязь, ваши люди останутся с вами навсегда. И вот больше не парьтесь вы по этому поводу. Следующий слайд нашу триллионерскую студию. Я гарантирую вам. Не потому, что я, это как, знаете, как мотивация. Ну, математика, ребят. Математика. В каждом городе, даже маленький, вот я посмотрел, 548 городов-миллионников и больше. 4,5 тысячи городов, где больше 100 тысяч, да? И 4,5 миллиона по 10 тысяч городов. Вот в каждом из них, даже в те, где тысячи, 5 тысяч человек, 3 тысячи. Ну, наша горлама, моя великая подруга, люблю вас, обнимаю. Крепко люблю просто, да? И, конечно, сарулы, бояры, все, все с нашей монгольской командой. Все команды, да? Простите. Не думаешь, люди все равно же, есть же, да? Какие-то чувства, друзья. А, ребята, смотрите. В каждом городе у вас будут партнеры. Которые будут вас любить, уважать. И я расскажу, поделюсь с вами вот таким опытом. Мы приехали в Японию на сборы. У Чи Дэши, это домашний ученик. Маса Айяма, Ойша, сам дедушка. У него-то все прекрасные. Провинция Сизока. Ну, это как, типа, курортная такая, как, я не знаю, Сочи, там что-то такое. В Японии. Погода была, ну, для них-то зима, где-то 3 градуса тепла. Ну, такой ветер пронизывающий. Мы прилетели в Нариту, ну, аэропорт Токио. И едем как раз в Койши Дозе, в этот городок. Ну, провинцию, помню, городочек, это не маленький городочек. Там очень уважаемый человек. Вообще, больше у него, больше ста Дозе по всей Японии. Ну, такой прям патриарх. Килкушинка один из патриархов. Что меня потрясло, ребят. Ну, кто мы такие? Где-то с какой-то страны в Японию приехали люди. И вот вся школа, Килкушинка, да, вот этого правительства СИЗОКа приехали нас встречать. Ну, мы ехали на микроавтобусе, нас вез Польша. Вот дорога в Дозе, по краям стоят доги. Ну, по-русски это кимоно, как бы, но кимоно это женское платье. А доги, доги, вот это, ну, такие вот каратешные наши, ну, давайте кимоно назовем, проще будет. Вот представьте, 3-5 градусов, холодно, выстроились, вся школа, выстроились, и дети, и старики, да, в такой стойке стоят. Ну, знаете, такая вот гордость, и, да, вот это, и мы идем, и нашарашим, потому что мы понимаем, что это наши братья по разуму, Килкушинка, встречают нас в Японии. Холодно, ветер, они стоят, мальчишки там 12 лет, 10, и старики. Это такая процессия серьезная, по двух сторон. Это было до слез трогать их. И вот точно так же, почему? Потому что педагогическая цепочка настоящая. И когда вы, это пройдет очень быстро, год, два, будете с семьей, с друзьями, приезжать в любой город страны мира, и вас будут встречать уважением, благодарностью ученики, ваших учеников. Почему? Потому что сегодня вы отдаете им свое сердце, энергию, любовь, время. Сегодня вы в них вкладываете, да, это надо много вкладывать, это тяжело, они предают, уходят. Но это не ваши люди. Ваши люди никогда не предадут, не уйдут. И вы будете пожинать плоды уважения, благодарности, любви всю жизнь. Ни один политик, ни один артист, суперпевец, ни один миллиардер даже в соцпечасти не получит того уважения, благодарности, что получите вы. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, конечно, вот сложный процент, плюс педагогическая цепочка. Все, ребята, не усложняйте. Вот это наше супербогатство, суперслава, суперуспех. Потому что все произошло. Главное не сдаваться. Главное не сдаваться, не скуриться, не слиниться, не спиться. Вы уже легенды. Следующий слайд в студию. К финишу подходим уже. Запомните, ребята, эти слова. Потому что я как бы из будущего человек, да, как назвал меня Виктор Одинцов. Ну, это правда, это просто, ну, мы это проходили много раз. Ну, я создавал уже команду с нуля 120 тысяч человек. Ну, все это мы проходили. Это на практике, это не просто теория, да. Итак, смотрите, ваши заслуженные, данные судьбой вселенной, миллиарды долларов, это лишь причинки и благодарности у ваших ног. А в историю войдете, как люди, которые спасли костям из земли. Ну, вдумайтесь. Когда идет человек взрослый, горит дом или ребенок тонет, он спасает его. До него местные газеты пишут. Молодец, спас ребеночек. А вы спасаете всех наших детей. Вы спасете от ментальных страданий миллиард человек. И они будут счастливы. И зла меньше будет. И глупость, и насилие, и разрушение в мире. Вы создадите 100 миллионов новых, самых крутых, рабочих мест, или бизнесов, точнее, да. И вас за это будут любить всю жизнь. Вами будут гордиться ваши прапраправны. Вами будут гордиться ваши страны. А лучшими из вас будет гордиться весь цивилизованный мир. Вот поэтому мы такие с вами счастливчики. Поэтому вы, когда просыпаетесь, столько энергии счастья, потому что делаете самое важное. Без преувеличения. Самое великое. Ну, самое интересное. Ну, за, конечно, несколько триллионов долларов заплатить за спасение миллиарда несчастных и всех людей. Копейки. Я говорю, это печинки благодарности у ваших ног. Следующий слайд. И стартуем. Ребята, как я уже сказал, я прославляю по рангам теперь. Вот первые доллары миллионеры. Да, Ольга и Артем Яровырь и Роберт Ра. Роберт Ра, 10-й ранг. А я всем говорю, обгоните Роберт Ра, ребята. Обгоните его. Вот. И Артем, и Ольга, и Роберт Ра. А, да, сегодня вот так получилось, что, ребята, многие кто-то деньги собирают, кто-то еще что-то. Да, ради бога, это же наша ассоциация, да. Вот последний раз пять дней продлили. Поэтому, ребята, не упускайте шанс. Не будьте как Жоу Грином, я внизу написал, да, Грином. Не упускайте шанс. Сегодня входной билет в большой, большой, великий, интересный бизнес. Символическая сумма. Ну, символическая сумма, поверьте мне. А как только мы сейчас наберем обороты, минимальный вход будет 50 тысяч долларов. Ну, Петр говорит, 100 тысяч. Я говорю, ну, пускай 50 даже. И осень будет стоять без желающих у вас обучиться. Это я говорю совершенно серьезно. А геометрическая прогрессия, от нее никуда не уйдешь. Да, и, ну, судьба счастливая такая. Поэтому, коллеги-соратники, я всех призываю завтра с собой привезти еще по одному человеку. Завтра будет очень короткая, но очень важная тема. Потому что каждый день я и Петр, мы думаем, как быстрее сделать так, чтобы ребята стали миллионерами и сразу миллиардеры. И вот завтра я вам скажу один тормоз, который мы уберем всего лишь за 15 минут. Воздухом в грудь, дорогие соратники, сотоварищи. Полетели спасать мир, больше некому. Пять, четыре, три, два, один. Мы самые величайшие во все времена. И первое место в мире, ваше первое место в мире по счастью, богатству, здоровью, долголетию. Это наша судьба. Полетели звезды в легендарные. И ваше первое место в мире по счастью. И ваше первое место в мире по счастью. Субтитры сделал DimaTorzok